друзья я сегодня хочу с вами поговорить на тему конструкции земли и эту тему я впервые вам излагал при написании своих книг которые вот здесь лежат это пылающий мост и явление земли в этой конструкции земли которую я предложил вашему вниманию в частности содержится такая конструктивная особенность что наша земля похоже на некую такую ну как сейчас уже модно говорить бифилярную катушку это примерно так катушка проводов которые расположены в некоторых электрических плечах которые работают на явление индукции то есть через индукцию нагревают кастрюли металл кастрюли и в нем которые в этом металле содержится пища жидкость вода она нагревается электромагнитным полем фишка этого электромагнитного поля заключается в том что она образуется в условиях плоской вот этой бифилярной катушки почему она называется бифилярная потому что в ней проложены два провода они тянутся буквально вот так начинается и идут заворачиваются в катушку и образует такой вот прибор что интересно интересно то что своих этих книгах я показал также что мы с вами люди мы с вами очень похожи на структуру тех элементарных базовых частей из которых состоят наши электрические схемы но тот кто раньше занимался радиотехникой паял различные электрические схемы понимает меня и знает что любая электрическая схема состоит из элементов которые называются ну допустим резистор катушка индуктивности конденсатор и потом уже после этих трех это три основных элемента обычно не включается примерно вот так то есть стоит исходник сигнала из которого по двум жилам происходит сигнал на его оконечности пути движения становится катушка ей параллельно параллельно земле параллельно сигналу ставится конденсатор и дальше все это замыкается на резистор который является ну скажем так рабочим элементом например это динамик а катушка индуктивности и конденсатор создает определенный такой резонансный мост фильтр который отсекает или наоборот поднимает определенные частоты на которые этот фильтр настроен есть еще одна особенность у такой схемы у этих элементов она заключается в том что резистор он является пассивным сопротивлением и на нем электрический ток то есть сигнал только падает а например конденсатор включенный параллельно или последовательно в схему он взаимодействует с этой схемой как реактивное сопротивление то есть то сопротивление которое взаимодействует еще и со временем он либо опережает эти нарастания тока либо их вообще отсекает если этот ток прямой такими же свойствами только направленными грубо говоря на 90 градусов обладает катушка поэтому катушку конденсатор всегда ставят либо конденсатор потом катушку либо катушку потом конденсатор в зависимости от ситуации с током так вот что интересно нового я хочу сообщить вам в этой связи опять же ссылаясь на свои же книги чтобы это было понятно что я над этим вопросом работал уже давно и к нему пришел давно это не сию секундная как говорится формулировка и хуже часто конечно это сюда но тогда мне пришла интересная мысль в голову что если рассматривать в качестве некоего живого существа тот самый сигнал который идет по схеме под этой электрической схеме то вот эти все приборы про которые я сказал резистор катушка конденсатор и так далее они являют собой определенные участки жизненных ситуаций этого сигнала и сигнал который по ним проходит и распространяется он преодолевает вот эти жизненные ситуации в качестве этих самых элементарных частей этой самой элементарной схемы вот такая моя была задумка и что интересно теперь в расширении этой задумки задумка вот почему привела смотрите у нас земля является действительно бифилярной катушкой но только мы должны с вами понимать что это не чистый опыт когда идут только два провода и они закручиваются в четко плоскую катушку которой нет никаких шероховатости и дополнительных изгибов нет все происходит совершенно по-другому внутри земли естественно есть проводящие металлические породы которые являются проводником вот тем проводником который и устроен в этой самой бифилярной катушке но этот проводник существует в реальности таким образом что он изменен по геометрии от обычных витков которые были бы в простом решении каким-то другим поворотом то есть наши вот эти элементарные электрические сети которые бывают реализованы в жизни металлическими горами металлическим включениями различными залежами металлических руд пропускающими в лучшей степени электрический сигнал я не говорю ток а именно сигнал и получается так что все остальные породы многие породы они являются изоляции для вот этих протекающих процессов в том числе и различные шлаки и тому подобное но даже не буду говорить какие самые главные что все это я опять возвращаясь к изготовлению резисторов и катушек с конденсаторами все эти приборы они сделаны только таким образом там есть два минимум два параллельных проводника как правило они плоские в случае конденсатора или круглые в случае катушки и резистора это неважно форма просто это изменяет ну скажем так некоторую внутреннюю геометрию будем считать что нам формула не так важно она является вторичным показателем а самое главное заключается в том что есть два проводника электрических они разделены диэлектриком обязательно диэлект и вот в этом случае возникает очень интересная штука получается что какой элемент как его не называй резистор конденсатор или катушка индуктивности все они созданы единым образом и конденсатор и катушка и резистор созданы параллельным наматыванием может быть там какими-то другими включениями этих проводников но смысл все равно один и тот же параллельным наматыванием провода длинного провода проводящего разъединенного между мотками своими теми самыми диэлектрик поэтому как минимум катушка конденсатор это четко один один прибор естественно резистор такой же он просто изготавливается немножко попроще конденсатор чуть сложнее в изготовлении но смысла его работы такой же и вот что интересно мало кто из вас помнит но были тогда ютубе где-то лет пять тому назад такие интересные опыты когда брали обмотки конденсатор условные две железки больших допустим метровые такие пластины к ним подсоединяли электричество и между ними клали диэлектрический слой обычно это было оргстекло подавали сигнал на этот такой изготовленный конденсатор и потом пытались определить где это электричество накапливается которые подавали на этот конденсатор еще расскажу две проводящие металлические обмотки и между ними оргстекло вот такой конденсатор он накапливал какое-то количество электрической энергии сигнала то есть выступал как некий такой аккумулятор и что интересно в этом опыте было это то что когда вот эти железные две пластинки раздвигали и аккуратненько убирали тот самый не проводящий слой то есть то самое оргстекло то потом замыкая обмотки между собой искры никакой не получали а когда возвращали в эту схему то самое оргстекло назад и пытались замкнуть опять между собой концы получали искру то есть в такой структуре конденсатора вся электрическая энергия она накапливалась возможно на поверхности этого диэлектрика который был между слоями этого самого металлического обложения то есть электрические сигналы проходят по металлическим виткам конденсатора катушки резистора без проблем это как говорится скоростная магистраль а все остальные проблемы остановиться замереть замедлиться повернуться еще как-то там фаза как-то изменить это все происходит уже на поверхности диэлектриков и вот теперь смотрите что у нас получается в случае с землей когда мы смотрим высоко-высоко на землю сверху с высоты мы видим такую интересную картину земля представляется нам теперь уже электрической схемы вся поверхность земли это одна электрическая схема по ней гуляют электрические токи которые сегодня можно назвать и сопоставить с определенными энергетическими потоками всей планеты то есть представляете вот эти электрические токи они проходят по металлическим горам по еще каким-то конкрециям и в зависимости от того где они разъединяются на какую сторону и что встречает из диэлектриков или полу диэлектриков на своем пути в зависимости от этого происходит определенная система по снятию дополнению искажению изменению сигналы опять же старинные радиолюбители помнят что первые детекторные радиоприемники они получились как раз без всяких транзисторов без всего там была настолько простая схема которая содержала в себе конденсатор катушку и резистор вот эти три первого элемента и эта схема позволяла слушать эфир выступала как радио катушка была на приеме резистор был нагрузкой конденсатор был ответным звеном который помогает восстанавливать электрический ток но там был еще диод или диодная группа это не важно в данном случае потому что это как бы полу проводник который направлен в одну сторону но в данном случае мы должны понимать что диод тоже также устроен у него два контакта которые разделены между собой и между ними поставлен полу проводник который в одну сторону проводит электрический ток в обратную нет это та же система что конденсатор особенно тот конденсатор который имеет полярную предназначенность где стоит плюс и минус и тот конденсатор который надо включать по плюсу и минусу схему то есть направление так скажем взаимодействия или прохода сигнала заранее предопределено поэтому диод это тот же конденсатор только со своими особенностями ну а транзистор это два диода которые внутри себя внутри содержит также все эти слои которые от того же конденсатора опять же принимают участие в постройке всего этого транзисторного эффекта ну и и кто из вас не знает сначала была ленинская банка которая накапливала электричество такой вот приборчик ну буквально банка и на поверхности когда ее заряжали чем-то таким внутренним допустим она накапливал электрический заряд потом пошли к ней дополнение что внутри стали помещать дополнительные моменты с какими-то проводами и потихоньку она превратилась в диод а потом и в транзистор транзистор тоже выглядел также как эта банка только там прибавилось ножек сеток и тому подобных элементов которые его уже расширяли транзистор придумал наш российский физик он его придумал по моему где-то в начале 20 века европейцы сейчас уже узурпировали последние пять лет они узурпировали изготовление транзистора себе того человека как бы зажали также кстати было и со светодиодами тоже придумал светодиод наш физик а потом он набрал учеников себе это было в начале 20 века он набрал себе учеников ученики были больше степенью из европы они тоже в части какой-то открыли какие-то узко специализированные диоды потом допустим ультрафиолетовый инфракрасный и вот часть из этих учеников она получила нобелевский премии за открытие частных диодов а за само открытие диода русский физик нобелевской премии не получил хотя это были уже нобелевские времена но это опять как бы национальный вопрос в науке я уже тысячу раз про него вам говорил что только одна нация на земле получает и точнее выдает сама себе нобелевские лауреатские премии эта нация как вы знаете нация альберта инштейна за что и он получил тоже нобелевскую премию повторив второй закон одного из физических явлений даже неважно какого-то там доплеровской эффекта который в принципе второй закон который в общем-то большой важности не имеет вот я даже например и вспомнить его так на скидку не могу а вот сам доплеровский эффект за который опять же наш физик который открыл не получил никакой нобелевской премии он был вот просто не их нации поэтому и не получил этой премии и так всегда в физике так всегда почему потому что это не национальный вопрос в своем биении изнутри а то что наука является параллельной сектой в хорошем смысле конечно слова секта но параллельной сектой ветхому завету то есть религии того самого иудаизма это известно давно не мое открытие совершенно я на него даже не претендую просто система работает и работала всегда так если ты как утверждает коран не иудей и не христианин то у тебя дорога закрыта везде все и они тебя будут долбить как утверждает коран до тех пор пока ты не примешь либо иудаизм либо христианство я к чему это говорю к тому что религия и наука это отражение нашего с вами мира но до религии и до науки была фаза русского мира того самого сказочного мира в котором я вам уже много раз говорил существует главный миф главный миф это такое обозначение нашей с вами реальности в котором существует царь салтан царевич гвидон его невеста лебедь и так далее и вы все знаете сюжет этого главного мифа по сказке александра сергеевича пушкина сказка о царе салтане таких сказок очень много эта сказка как главный миф она существует у всех без исключения народов вы наверное удивитесь но она есть и у самых древних народов в америке в африке и даже даже у местных автохтонных людей которые издавна не контакча с нашим миром жили и живут в австралии и удивительно но миф сам миф почему я назвал его главным миф он существует весь везде одинаков и самое главное что он описывает процесс материализации нашего мира то есть сначала вот тот самый царевич гвидон его положили с матерью в бочку это описывается в нашей сказке по щучьему велению вся эта мифологическая система а потом он вместе с матерью в этой бочке прибыл к тому белому острову буяну который как белый остров получился как результат материализации и вот на этом материализованном вновь острове царевич гвидон и своей матерью и со своей невестой лебедь он уже там и обосновался и вот эта лебедь она везде идет как основатель белого острова в том числе например вот в киеве ей стоит там памятник вы знаете она оставила после себя избушку в центре киева и в центре же протекает перед этой избушкой река лыбедь которая честь нее так и названа казань кстати тоже названа словом каз но каз это тюркское измененное слово которое обозначает гуся или лебедя каз то есть гусь и таких городов я вам еще раз говорю очень много включая все территории а центром этих территорий является наша территория древней руси сказочного времени потом уже когда царевич гвидон обосновался на этом острове и получилось наше материальное время это было в конце 19 века и чтобы вам там не говорили историки но ранее 19 века никакой материальной истории на земле не было и я опять схеме элементарной земли возвращаюсь